То, что написано на диске, на главном издании этого комплекса, что при прослушивании настроиться на позитив и познание нового и небывалого, с самого начала эта фраза у меня вызвала, во-первых, большую радость, во-вторых, восторг и море вопросов, как это осуществить. И вот я так понимаю, что для того, чтобы встречаться с этим комплексом, нужно находить вот эти ключи, как сделать это, как настроиться на позитив, как настраиваться на позитив, как настраиваться на познание нового и небывалого. Быть может, в этом и состоит предназначение этого комплекса, именно это открывать. И для меня ещё бесконечно ценно во всём этом было то, что внутренняя потребность именно выходить за рамки известного, именно стремление открывать. И я так понимаю, что это очень серьёзная задача, выйти за рамки того, что тебе известно, как бы это сделать шаг к тому, как на самом деле устроена жизнь, из того, что ты знаешь. И это очень интересно. Выращивать навык активно, активно и направленно встречаться с созданиями вот этого комплекта «Сказочной дали». То есть выращивать навык слышать, слушать и слышать, смотреть и видеть. Мне кажется, эта задача почти вечная. И очень хочется и самой учиться этому, и проходить этот путь с новыми знакомыми и будущими, быть может, друзьями. И вот первый шаг, конечно, это встреча с самой музыкой. И вот в решении этой задачи для меня очень большим-большим помощником, таким другом стал наш канал «Света Луч». Там, ну скажем, на музыку преображения, там более 80, по-моему, отзывов. Я прослушала многие из них и бесконечно благодарна тому, что вообще есть это, и воспринимаю эти отзывы как такой мощный ресурс и друга, который помогает находить ключи к встрече с музыкой преображения. В них заключён часто способ встречи и сам настрой. Приведу такой пример. Например, в одном из отзывов говорится о том, что сказочная дали музыка вводит в мир чувств, которых мы не встречаем в жизни. Но благодаря встрече с музыкой можно прикоснуться сердцем к миру красоты, счастья и любви. Посмотрите, какой прекрасный настрой. И послушав такой отзыв, можно именно с этим настроем, вот с этим желанием подняться в своих чувствах и прикоснуться к тому, куда приглашает этот отзыв. А вот ещё один с канала. Отзыв. Там такая грань. Человек, встретившись с музыкой, приглашает ощутить радость, смелость и уверенность в прекрасном будущем. Получается, этот настрой совершенно на другую грань восприятия. И, знаете, я, слушая отзывы, поймала себя на том, что в некоторых человек делится таким чувством, таким открытием от встречи с музыкой, которое у меня даже ещё не было. Это как раз и есть та область небывалого и нового для меня. И отзывы становятся тем кладезем, тем сокровищем, которое помогает вот эти настрои, вот эти грани восприятия находить и осуществлять практически такие встречи. И благодаря этому, возможно, знаете, рождение какого? Знания. Что то, на что я направляюсь в прослушивании, во встрече с музыкой, и то, что я получаю в результате, это как-то связано, скажем так. То есть может появляться этот навык. И что очень важно, активная встреча с музыкой, она просто, мне кажется, жизненно необходима, потому что в реальной жизни вот это, мы же понимаем, что этому надо учиться, что это умение управлять своим потоком чувств, потоком мыслей, и это осознанное действие, активная встреча с музыкой. И ещё такая грань встречи возможна. Например, некоторые отзывы вдохновляют, знаете, на то, чтобы благодаря прослушиванию музыку искать ответы на некоторые вопросы. И можно, настраиваясь, вот этот вопрос прямо написать на листке бумаги и, слушая музыку, как бы держась в сознании его, а встретившись, постараться ответить на этот вопрос. Ну, первый вопрос – это, конечно, чем наполняет музыка, что появляется в душе благодаря встрече с этой музыкой. И, конечно, такая встреча, знаете, она повышает осознанность, во-первых, направленность встречи задаёт конкретную, и осознанность к миру своих чувств, к пониманию, что вот у меня этого не было, и у меня это появилось в душе, что вот я встретился с источником такого чувства. И вот благодаря такой работе, мне кажется, можно открыть вариативность в этих встречах, во встрече с музыкой преображения. Много граней открывать шаг за шагом в этой музыке. Теперь встречи со следующим приложением «Фильм с видеорядом сольной партией». И вновь отзывы на канале дарят идеи. Идеи, и как можно встречаться с этим фильмом. Меня, например, вдохновил настрой, когда человек, отзываясь об этом фильме, сказал о нём как об истоке. Он отнёсся как к истоку, к истоку, где рождается эта музыка, откуда она приходит. И это очень интересно, именно так встретиться с фильмом с видеорядом сольной партии. И ещё одна грань, например. Можно просмотреть этот фильм, внимание направив в большей степени на сам видеоряд. И встречаться с ним как с таким путём, подъёмом, который ведёт в сказочные дали. Он ведёт нас ввысе, словно по ступеням, и приводит к встрече с тем самым знаком, который мы встречаем в конце, завершении этого фильма. И благодаря такой встрече можно, обмениваясь друг с другом, поделиться, скажем, уже пониманием символики этих встреч, символики этого пути. То есть благодаря вот такой направленности продолжить познание нового и небывалого. И ещё одна грань. Один отзыв вдохновил на ещё более детальные встречи с этим фильмом. Уже как, скажем, с картой некоторой. На этой карте можно увидеть, ну, во-первых, такты чётко видны, звучащие в музыке. Во-вторых, видны регистры, октавы, где проходит звукоряд сольной партии. Можно уже видеть сильные доли. То есть это уже не первая, не вторая встреча с фильмом. Но такой просмотр фильма помогает обретать навыки, может быть, даже беглого, чтения видеоряда сольной партии. То есть постепенно адаптироваться к её восприятию и всё более в ритме реальной музыки, звучащей музыки, видеть, слышать этот видеоряд. Тем самым всё ближе и ближе, подходя к исполнению на инструменте. И вот с этими настроями, конечно, это неоднократное прослушивание. Это, наверное, целая серия встреч, которая помогает эту сольную партию осваивать. Следующее приложение – это фильм «Практикум». И вот работа с отзывами на этот фильм на канале, знаете, для меня подарила, скажем, такую неожиданную совершенно сюрприз, я бы так сказала. Первый же отзыв на канале приглашает встречаться с этим фильмом как именно с пространством звучащей музыки. Этот фильм открывает возможность знакомиться с этим пространством, познавать его. И отзыв очень ярко ведёт, настраивает на эти возможности. Но когда я после просмотра этого отзыва начала смотреть фильм, то я открыла, что у меня очень настойчиво звучит эта сольная партия. И нужен… Более того, знаете, я поймала себя на том, что она звучит у меня как бы автоматически. И вот этого я как раз не хочу. Я понимаю, что вот это звучание сольной партии, оно должно быть очень осознанно, очень осознанным и совершенно управляемым. И нужно специальное действие для того, чтобы, встретившись с фильмом-практикумом, услышать именно это музыкальное пространство. И это очень интересная встреча. Знаете, для меня это, скажем, это встреча, ну, как с седыми океанами. Помните, в фильме «Братья Марья» на этих словах открывается картина «Небо». И вот встречаясь с этим фильмом, в первую очередь просто душа позвала встретиться с этим звёздным пространством, вот как с этим седым океаном, и с музыкой этого фильма, как с голосом этого пространства. Это удивительная встреча. И там вот сам ритм музыкальный, он гораздо более спокойный, потому что сама сольная партия, она очень динамичная. И вот если она не звучит, ты слышишь это музыкальное пространство, то ты входишь в спектр гораздо более спокойных музыкальных фраз, ты соединяешься, ты открываешь это пространство. То пространство, которое приглашает это приложение. И уже во взаимодействии с ним, послушав его, настроившись на него, мне кажется, можно уже начать прикасаться к клавишам. Потому что есть отзыв, который прекрасно, он знаете, как настраивает на то, что каждый звук музыкального видеоряда это как ступенька, ведущая в сказочные дали, вот в это звёздное пространство. И именно так можно прикасаться к клавишам, прямо входя в это пространство, начиная созвучать с ним. И вот здесь очень интересный процесс. Оказывается, можно встречаться с фильмом-практикумом, ну, во-первых, слыша только музыкальное пространство, во-вторых, прямо управлять и в этом пространстве начинать слышать внутри себя эту сольную партию. И слыша её, начинать понимать, как взаимодействует эта сольная партия, как она может звучать в этом музыкальном пространстве. То есть это такой навык взаимодействия с музыкой может рождаться. Прямо с музыкой, когда ты входишь в созвучие с ней, когда ты начинаешь чувствовать, в какое пространство тебя повержает музыка. И четвёртое приложение, вот этот аудиопрактикум, по сути дела, когда подходим, мы подойдём к нему на творческих встречах, по сути, мы уже немножечко приобретём навыки, чтобы начать готовиться к исполнению ролей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!